Буквально во вчерашнем выпуске программы новостей мы говорили о профилактике детского травматизма. Но пока репортаж еще готовился к эфиру, медицинская статистика пополнилась новыми несчастными случаями. С разницей в несколько часов произошло сразу два происшествия с участием юного велосипедиста и взрослого мотоциклиста. Оба пострадавших были госпитализированы в городскую больницу. Подробности в материале Светланы Кель. Для лабытнанских экстремалов площадь Владимира Нака своеобразная тренировочная площадка. Здесь юные каскадеры оттачивают мастерство в выполнении несложных трюков на скейтах, роликах и велосипедах. Вчера один из трамплинов стал местом происшествия. 11-летний велосипедист не смог преодолеть импровизированную горку. Пацан ехал на рампу и, получается, слетел с нее в бок. Ну а травмы у него сильные были? У него, получается, я не знаю, но у него изо рта кровь сильно потекла. Марк Амельченко на роликах стоит не первый год. Он бесстрашно выполняет сложные трюки и в этом деле, уверен юношам, без падений не обойтись. А потому к вопросу личной безопасности он подходит более чем серьезно. Окажись в ту минуту на ребенке защитный шлем, на локотнике, на коленнике, мальчик при падении отделался бы легким испугом или парой царапин. А вместо этого он получил болевой шок, черепно-мозговую травму и курс лечения в отделении травматологии. И это возможно избежать, если бы родители в период летних каникул своих детей проводили инструктаж и предотвращали, как предотвращали, покупали индивидуальные средства защиты, в том смысле на коленнике, шлемы на голову, которые могут обезопасить ребенка в период летних отдыха на данных площадках, например, когда катаются на велосипедах, на скейтах, на роликовых коньках. Вот у нас сейчас в летний период участились данные случаи, и родители сами должны предпринимать меры для защиты своих собственных детей. Спустя пару часов в другой части города произошло еще одно происшествие. Правда, уже дорожно-транспортное. Проезжую часть в районе автозаправочной станции «Роснефть» между собой не поделили мотоцикл «Хонда» и автомобиль марки «Нива». По версии правоохранителей, байкер попытался совершить обгон. Довести маневр до конца ему не позволил водитель отечественного авто, который решил повернуть на заправку. Мотоцикл имеет очень серьезные технические характеристики. То есть он буквально до 100 километров разгоняется, может быть, за 3-4 секунды. Водитель этого мотоцикла не учел технические характеристики. Может быть, где-то отвлекся от управления, не учел технические характеристики транспортного средства, условия, видимость направления движения. И он, со слов очевидцев, он вовремя заметил опасность, но избежать столкновения не смог. В этом году это первое дорожное происшествие с участием мотоциклиста. Итогом неравной схватки двух- и четырехколесного транспорта стал один пострадавший. С многочисленными травмами и переломами байкера доставили в городскую больницу. По факту ДТП ведется следственная проверка. Светлана Кель, Максим Ячин, программа «Время местное».